МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА СКРИП КЛИКОВОЙ ЧАСОВ Вы смотрите новости ОТС в студии Иван Кудинов. Здравствуйте. Коротко о главных темах. По закону у департамента по тарифам есть целых 90 дней на принятие решения с момента, когда перевозчики подадут заявление. Стоимость проезда в автобусах и маршрутках пока останется прежней. Почему областные власти отказали перевозчикам в повышении тарифов с февраля? Несмотря на видимость социального благополучия, здесь есть целый жилой массив, где царит откровенная коммунальная вакханалия. Коммунальное гетто посреди элитных кварталов. Что выявила прокурорская проверка в бараках Академгородка? В Китае есть семейная традиция собираться перед Новым годом или пить пельмени. Вот только они немного отличаются от наших по форме. Пока у российских студентов Татьянин день, китайские готовятся к Новому году. Чем угостить красного огненного петуха? На фермах и пищевых комбинатах будут меньше использовать антибиотики. Роскачество предложило изменить действующие нормативы. По итогам проверок по всей стране выяснилось, что только каждая третья куриная тушка соответствует абсолютно всем стандартам, а каждая вторая содержит антибиотики. Ранее такие же результаты эксперты получили при анализе российского меда. Сегодня продовольственную безопасность обсудили и на областном уровне. Главные задачи – это выход на новые рынки. Для развития экспорта в регионе должна производиться востребованная и конкурентоспособная продукция. Наши ресурсы используются с учетом особенностей территории. Губернатор поручил оперативно создать рабочую группу для решения этих задач. Быстрее сформировать то видение, которое нужно будет пройти нам для повышения эффективности. И действительно, чтобы промышленный комплекс стал сегодня основной точкой роста экономики. Подробнее о перспективах развития агропромышленного комплекса региона сразу после выпуска новостей на нашем канале. Повышение тарифов на проезд в общественном транспорте пока не будет. Напомню, новосибирские перевозчики просят поднять цену билета на 2 рубля. Однако в областном правительстве требуют сначала выполнить ряд условий, каких именно расскажет Сергей Толмачев. 19-400 именно такую сумму не меньше должен получать водитель автобуса и с нее платить подоходный налог. На деле перевозчики платят гораздо больше, а декларируют гораздо меньше. Например, 12 тысяч рублей. То же самое с зарплатами кондукторов, механиков и других работников автопарка. В итоге областной бюджет недополучает сотни тысяч рублей налогов. Между тем, за каждую льготную поездку ветеранов, пенсионеров, инвалидов перевозчик получает компенсацию из бюджета. Мэрия Новосибирска задолжала по этим выплатам за два месяца. Областные власти рассчитались сполна. Компенсировали сумму. Общая сумма, она очень большая. 2 миллиарда 525 миллионов. В 2015 году эта сумма составляла 2 миллиарда 22 миллиона. Руководители автопарков просят поднять тариф на 2 рубля. В областном Минтрансе ставят для этого жесткие условия. Главное, все зарплаты должны быть белыми, а расчеты прозрачными. В конце прошлого года в прессе появилась информация, проезд подорожает уже 1 февраля. Сейчас понятно, этого точно не случится. По закону у департамента по тарифам есть целых 90 дней на принятие решения. С момента, когда перевозчики подадут заявление об увеличении тарифа. А такого заявления пока нет. Так что, видимо, до весны новосибирцы будут ездить по старым ценам. Сергей Толмачев, Олег Сурков, Новости ОТС. Сегодня бойцы спецназа Центрального военного округа вывели из строя вражеский ракетный комплекс и командный пункт противника. По такой легенде прошли учения военных на полигоне в нашем регионе. Перед бойцами подразделения стояла задача обнаружить расположение пусковых ракетных установок и захватить пункт управления комплексом. Для этого им пришлось совершить 20-километровый марш-бросок, заминировать территорию и подорвать командный пункт. Условный противник пытался скрыться на грузовиках, но спецназовцы задержали неприятеля. В учениях приняли участие 150 бойцов Центрального военного округа. Другим темам. Инновационная система, которая снижает уровень шума и усиливает речь. Такая новинка появится в школе для глухих и слабослышащих, которые откроются в Новосибирске к 1 сентября. За ходом строительства наблюдала Виктория Рыжих. В России таких школ единицы. Здесь будет медицинский блок, спортивный тренажерный зал, классы трудового воспитания, различные кружки и видеостудия, где ребята смогут делать собственные фильмы. На строительство из бюджета города и области выделили 600 миллионов рублей. Старая школа, расположенная по соседству на улице Саратовской, основана еще в 1928 году. В ней дети учатся последний год. Да, эта школа взамен той школы, которая находится в таком неприглядном состоянии. Та закрывается, разумеется. Школа продолжит. Там тот контингент, который был, он переходит сюда. Есть какие-то изменения по контингенту произойдут. Но они произойдут, здесь и общежитие предусмотрено. В этой школе учатся и глухие, и слабослышащие. Дети с первой и второй степенью могут слышать звуки и речь в зависимости от расстояния и уровня окружающего шума. Повысить качество образования таких учеников поможет специальное коррекционное оборудование, которое понижает уровень шума и повышает уровень речи. Это оборудование называется ФМ-системы. ФМ-системы «Роджер Стандарт». Они что дают нашим детям? Это беспроводная цифровая передача сигнала. Там учитель у нас говорит небольшой передатчик. У ребенка приемник, который сразу на слуховой аппарат передает звук хорошего качества. Такая система позволит ребенку хорошо слышать учителя в шумной обстановке или если он находится в соседней комнате. Школа откроет свои двери 1 сентября. Виктория Рыжих, Борис Гладких, Новости ОТС. В России уже месяц, как наступил Новый год, а вот в Китае только готовятся к празднику. Ежегодно дата меняется, в этот раз выпадает на 28 января. Праздничные гуляния поднебесные длятся целых 15 дней. О том, как будут встречать год огненного петуха новосибирские китайцы, узнала Ксения Петренко. Шань Цуянь готовит одно из главных блюд новогоднего стола – сладкий салат из восьми ингредиентов. Это символ благополучия и достатка. Новый год девушка будет встречать вдали от родных. Она приехала в Новосибирск, чтобы обучать студентов китайскому языку. Но, несмотря на расстояние, праздник нужно провести по всем канонам. В детстве у нас мы получили красную конверт, еще купили новую одежду. Всегда, как на Новый год, просто на Новый год. Мы кушаем вкусные блюда. Поэтому все, особенно дети, очень любят этот Новый год. На столе обязательно должно быть много еды. Акцент китайцы делают на блюда, которые символизируют счастье. Например, пельмени и лапшу. Причем лапша может быть как в составе супа, так и в виде отдельного блюда. В Китае Новый год – это семейный праздник. Поэтому приготовлениями к торжеству занимаются все. На столе должно быть не меньше 12 блюд. В Китае есть семейная традиция – собираться перед Новым годом и лепить пельмени. Вот только они немного отличаются от наших по форме. Попробуем сейчас слепить китайский пельмень. Берем коржик, мясо укладываем и делаем несколько движений. Слепляем по центру и делаем раз и два. И вот получился китайский пельмень. Елку в доме китайцев под Новый год не увидишь. Зато обязательны красные украшения. Фонари, иероглифы и символы года. 2017-й пройдет под знаком красного огненного петуха. Красный – это символ счастья, благоденствия. И поэтому все хорошие пожелания пишутся на красном бумаге и висят везде. Еще обязательно в первый день дети обращаются к родителям и пожелают им здоровья. И еще одна традиция – дарить друг другу подарки. Родители раздают детям красные конверты с деньгами. Это знак благодарности и пожелания благополучия в Новом году. И, конечно, ни одно застолье не обходится без новогодней песни. Ксения Петренко, Алексей Погодин. Новости ОТС. Это информационные итоги дня. Смотрите далее в нашем выпуске. В УГУ я собираюсь поспать на физический факультет, а в ИТМО там различные факультеты тоже с физической направленностью. Вот этот гриб, например, он в диаметре 3 сантиметра. Его еще рано срывать. Постараться занять третье место, хотя у нас командный состав уже совсем другой. Редактор субтитров А.Семкин 10.10 или скачай приложение Гранд Авто. Вызывай в один клик. Добирайся быстро в любую точку города. Плати наличными или картой. Доступно в App Store и Google Play. Эту новость ОТС мы продолжаем. В нижней зоне Академгородка прошла большая прокурорская проверка. В результате десятки домов признаны непригодными для проживания. При этом местная управляющая компания пытается поднимать тарифы. Николай Сальников подробнее. Академгородок – уникальное место на карте Новосибирска. Десятки научно-исследовательских институтов и лабораторий. А несколько месяцев назад эксперты рынка недвижимости сообщили, что теперь самое дорогое жилье не в центральном районе Новосибирска, а на одной из улиц Академгородка. Но несмотря на видимость социального благополучия, здесь есть целый жилой массив, где царит откровенная коммунальная вакханалия. Юрий Самарцев с семьей живет на Рубиновой, 18. По его словам, надежды на коммунальщиков у местных нет уже давно. В подъездах такого ничего не происходило, ремонтов никаких не делалось. По поводу уборки подъездов, тоже должны приходить уборщицы убирать подъезды. Этого тоже нет, может быть раза два приходило в этом году, все больше никаких уборщиц я не видал. В основном у меня жена моет в подъезде, так маленько дежурим. Ну и по территории, если что, вот летом вот так вот убираем сами. Где зимой сами, вот где надо нам, бывает поддалбливаем, подчищаем снег. Мужчина самостоятельно очистил подвал от мусора и теперь хранит там рабочий инвентарь. Лопаты, инструмент. Ведь по дому многое приходится делать самому. Среди соседей в основном пенсионеры. Надежда Емельянова живет неподалеку, на улице Истринская. Состояние ее дома аварийное. У нас все было в трещинах, все вот потолки, все. То есть дом вот демформируется так, потому что весной он в одну сторону дверь не закрывается, осенью он в другую сторону не закрывается. Потому что уже все рушится, подвары у нас нет, нижняя часть отвалилась уже там все. В очаг коммунального бедствия попали дома по улицам. Российская, Рубиновая, Гнесиных, Героев труда, Океанская, Вяземская, Шатурская и не только. Районные прокуроры пришли к выводу, что 439 семей должны быть расселены. Их дома непригодны для проживания. Первые заявления в суд уже направлены. В ходе прокурорской проверки один из домов по Океанской, 6, был включен в такую программу и планируется к расселению в 2020 году. По одному из домов в интересах одной из семей нами в суд было направлено заявление с требованием предоставить этой семье другое жилье по социальному найму, отвечающее необходимым требованиям. Ну, сейчас будем смотреть, какое решение примет суд. Если решение будет в пользу этой семьи, то будем аналогичные заявления готовить и в интересах других граждан. При этом, как бы абсурдно не звучало, но несколько месяцев назад местная управляющая компания применила повышающий коэффициент на отопление. Ценник подняли на 40%. В прокуратуре Советского района и по данному факту уже провели проверку. Вывод. Требования коммунальщиков незаконны. В ветхих домах запрещено применять повышающие коэффициенты. Возврат прежних тарифов в ведомстве держат на особом контроле. Николай Сальников, Алексей Погодин. Новости ОТС. Гордимся прошлым, создаем будущее. Таким будет слоган юбилейного для Новосибирской области 2017 года. Напомню, нашему региону исполняется 80 лет. Каким этот год будет и какие праздничные мероприятия запланированы, расскажет Борис Киргенеков. Сегодня в правительстве региона представили юбилейный логотип Новосибирской области. В конкурсе участвовали больше 80 дизайнеров. Проект утверждала гераллическая комиссия. Фигурные цифры 80. Их соединяет контур региона. Внизу яркий слоган. Все в цветовой гамме флага Новосибирской области. Логотип будут использовать на сувенирах и рекламных счетах. Этим слоганом мы подчеркиваем, что нынешнее поколение живущих по-настоящему гордится прошлым. Но и все делает для того, чтобы будущее было не менее великим, чем то, которое создано нашими предшественниками. Однако оргкомитету правительства новый логотип не понравился. Смущают фигурные цифры. Губернатор дал месяц на исправление. Мероприятия, посвященные 80-летию, начнутся уже в середине февраля. Власти вручат первые юбилейные медали особо отличившимся новосибирцам. Эти награды получат свыше 8 тысяч жителей области. Весной откроют памятную аллею в центре города. Все крупные мероприятия – день рождения Новосибирска, технопром и 1 сентября – будут посвящены 80-летию области. Правильно, если бы мы начали учебный год с первых уроков, которые мы обычно проводим, посвященный 70-летию или Победа здесь. Первый урок – это посвященный 80-летию. И при том придать ему такой массовый организационный, что всюду, во всех школах, во всех учебных заведениях именно с этого. Также власти совместно с Сибирским отделением Академии наук выпустят учебник по регионоведению, посвященный Новосибирской области. Ну а главный юбилейный концерт пройдет в середине сентября. Борис Киргенеков, Антон Мамаев. Новости ОТС. Праздничные мероприятия к юбилею области пройдут и в Сузунском районе, где сегодня с рабочим визитом побывал пал предпрезидента в Сибирском федеральном округе Сергей Миняйло. Тема продолжит Светлана Соколова. Музейно-туристический комплекс «Завод Сузун. Монетный двор» известен сегодня не только за пределами области, но и страны. Сюда на экскурсии приезжают до 200 человек в неделю. Каждый человек может, если не лично попробовать, по крайней мере увидеть. У него на глазах фактически работают все станки, изготавливается монета. А кроме того, здесь есть еще экспонаты, которые были найдены на раскопках здесь. Здесь есть экспонаты, которые вообще рассказывают о том, что здесь было в реальности, как производилась монета. Еще одно значимое предприятие района – Сузунский лесхоз. Впереди пожароопасный период, однако ни сил, ни средств для подготовки нет. Необходимо покупать технику и увеличивать штат, хотя бы до 150 человек. Сегодня в лесхозе в шесть раз меньше сотрудников. Мы своими силами не сможем ни технические состояния, ни материально-технической базы. Необходимо сегодня этот вопрос выносить на самый серьезный уровень, потому что я думаю, что слишком катастрофически могут последствия, если сегодня мы не примем меры. Еще одна беда – законодательство. Сегодня надо вносить изменения, иначе ли с хозом трудно зарабатывать. Тут либо, если в дальнейшем примется новое правило рубок ухода, то есть с изменением, с разрешением в рубку спелых перестольных древесин, либо в аренду. Точка роста района – Сузунский маслосырзавод. Там производят молоко, сметану, масло, творог, молочные напитки. Всего около 30 наименований. В производстве занято более 200 человек. И сегодня он продолжает развиваться. Строятся новые цеха. Подводя итоги, Сергей Миняйло отметил перспективу района большие. Главное – правильно распорядиться ресурсами. Когда мы начнем, мы поймем, какие направления развивать, мы начнем предлагать инвестору, естественно, слушайте его предложение, начнем предлагать инвестору проекты, площадки, на которых можно реализовывать выгодные проекты. Создание новых рабочих мест и привлечение молодежи в район на сегодня – это главные цели. Светлана Соколова, Николай Осипов, Новости ОТС. К другим темам. У школьников остается неделя, чтобы решить, по каким предметам сдавать единый старственный экзамен. Заявки принимают до 1 февраля. Однако готовятся 11-классники, начали еще с начала учебного года, а значит, большинство уже определились в будущей профессии. Кем сегодня мечтают стать подростки и кто помогает им выбрать работу по душе, выясняла Елена Мирошниченко. Этот 11-й А в 28-м лицее Новосибирска готовится к ЕГЭ по математике с прошлого года. Разбирает сложные задачи в группах индивидуально, регулярно проходит тестирование. Потому для них единый государственный уже давно не страшный черт, которого молюют. Проходят занятия по решению трудных задач ЕГЭ, начиная с 10-го класса. И продолжается этот курс. Сейчас добавляется еще один курс, конкретно уже практику по подготовке к ЕГЭ по 2 часа в неделю. Предметы выбрали лицей с инженерным уклоном, а значит, в заявках физика, профильная математика и общество знания. Принято считать, что у сегодняшних подростков в профессии врача, учителя пожарного и следователя не в чести. Поэтому педагоги приглашают в гости к будущим выпускникам, к примеру, ученых, чтобы вдохновляли молодежь. Алексей Гордиенко – будущий физик. После окончания школы планирует покорить северную столицу. В УГУ я собираюсь поступать на физический факультет, а в ИТМО там различные факультеты, тоже с физической направленностью. Но я еще не определился, куда конкретно я буду поступать. Но что-то определенное, связанное с физикой. Поставить школьников на правильную дорогу стараются еще с начальной школы. Рассказывают, какие профессии востребованы в Новосибирске, помогают выбрать ту самую, свою. На занятиях мы используем различные тренинги, например, как избежать конфликтов в трудовой деятельности. Мы используем и лекционный материал, и беседы. Но более всего это, конечно же, деловые, ролевые игры, которые применимы, потому что речь идет именно об эффективном поведении на рынке труда. По словам педагогов, самые популярные профессии среди молодежи сегодня – инженер-строитель, экономист, юрист, программист. Примерить на себя ту или иную специальность школьникам помогает в учебных центрах. К примеру, сегодня на занятии восьмиклассники. Подростки через одного мечтают стать руководителями. В ходе игры им дают понять, каково это – иметь свою фирму, как рассчитывать бюджет и продавать свои услуги. К примеру, Ксения пробует себя в роли директора. Отелье с необычным названием. Джаконда улыбается дважды. Сейчас достаточно актуальная проблема, что в магазинах не предоставляют одежду, которую хотели бы видеть некоторые люди. Но если и предлагают что-то, то очень уж дорогостоящее. А здесь мы будем стремиться, чтобы одеться красиво, красиво одеться, но каждый. Творческий союз кюн и предприниматели уже наладили с хореографическим училищем. По соседствам будут туда поставлять костюмы. Занятия под руководством профконсультанта. У нас есть компьютерная программа, которая включает целую батарею тестов и благодаря которым можно оценить их способности, их особенности и личностные особенности мышления и получить общую такую свольную картинку и психологический портрет. Прежде чем выбрать программу – индивидуальная консультация, затем ролевые игры, тренинги и много тестов. Какая профессия подходит именно тебе и как достичь своих целей? Обещают, научат. Бесплатно. Всех, кому не исполнилось 29 лет. Елена Мирошниченко, Андрей Дулепов. Новости ОТС. От эксперимента до бизнеса. Баганские восьмиклассники научились выращивать грибы в стенах школы. Более того, на них можно не только смотреть, но и смело употреблять в пищу. Что за грибы выращивают в Андреевской школе и по какой технологии, расскажет Рута Келлер. Витагро, оно обозначает на русский переводится выращивание витаминов. Мы занимаемся в течение года в четырех направлениях. Овощеводство, грибоводство, ландшафтный дизайн и зимний сад. Директор, фасовщик, лаборант. Здесь все как на обычном предприятии. Каждый занимает определенную должность и выполняет свои обязанности. Единственное отличие – ребятам всего по 15 лет. Оказывается, просто на мусоре, на соломе. Можно сделать бизнес. Сейчас мы вам все покажем. Вы сами в этом убедитесь. Первые мицелии или проще рассаду вешенок ждали из Тулы несколько недель. Потом купили технику. И вот, когда для посадки все готово, приступили к самому интересному. Первые грибы. Я был безумно рад, когда появились первые грибы. Именно просто еще зародыши. Со временем они вырастали. Я был занят еще учебой. И спустя некоторое время я пришел посмотреть на грибы и был просто в шоке. Они выросли до неимоверных размеров за короткий срок. После обработки мицелии попадают вот в такие мешки с соломой. А дальше начинается кропотливая работа. Осмотр два раза в сутки. Поддержание нужной температуры. Чтобы поддерживать тепло, мы ставим обогреватели. Если жарко, включаем вентилятор. Сколько раз вы навещаете грибы? Ну, каждый день и днем, и вечером. Ходим, смотрим. Собирать урожай тоже необходимо правильно. Срывать можно, когда шляпки грибов вырастут до 10 сантиметров в диаметре. Иначе можно загубить плоды. Вот этот гриб, например, он в диаметре 3 сантиметра. Его еще рано срывать, потому что он еще недозревший. Но выращивание грибов далеко не единственное, чем занимаются ребята. Например, в этих банках огурцы, помидоры со школьного огорода. Садят, ухаживают и собирают ученики. В планах расширить бизнес. Говорят, если найдутся поставщики, готовые обеспечить грибами весь регион. Рута Келлер, Борис Гладких, Новости ОТС, Баганский район. В Новосибирске начали проводить занятия на горных лыжах для детей с ограниченными возможностями здоровья. Спуститься со склона могут ребята с диагнозом ДЦП. Ксения Петренко подробнее. Видите ли, как я наверху была? Вон там. И мне так понравилось кататься оттуда, что я на первом проводном занятии кричала, что мне понравилось. Сегодня Дина стоит на горных лыжах в пятый раз. Для нее это большое достижение. У девочки диагноз ДЦП. Родители мечтать не могли, что ребенок хотя бы попробует спуститься со склона. Это, конечно, для вертикализации огромный плюс. Это ребенку дает очень-очень много положительных эмоций. Ну и физически, конечно. Я надеюсь на какие-то улучшения, какие-то шансы в нашем физическом развитии. Для тренировок используют специальное оборудование – вертикализатор, установка со скрепленными лыжами и поддержкой. Это опора, благодаря которой ребенок может двигаться. Тренер поддерживает и контролирует движение. Здесь главное все делать постепенно. Сначала дети пробуют хотя бы стоять на горных лыжах и немного двигаться. Следующий этап – спуск со склона. Горнолыжный ботинок сам по себе является уже небольшим вертикализатором, потому что он фиксирует основание стопы нашей. То есть ребята уже, вставая в горнолыжные ботинки, уже чувствуют опору на ноги и начинают распрямлять спину. Ну а задача, конечно, максимум – это, в принципе, отказаться уже от вертикализатора и встать на свои ноги. Для ребенка с диагнозом ДЦП каждое движение требует колоссальных усилий. Но это помогает восстанавливать физическую активность. Кстати, у Дины после пяти занятий врачи уже отмечают улучшения. Сейчас в Новосибирской Федерации горнолыжного спорта 12 тренеров прошли специализированное обучение для работы с особенными детьми. Вертикализатор сам называется «Катюша». Это российский инженер Константин Пономарев. Взял американский аналог, разработал русскую версию нашу, запатентовал это все дело, улучшил его. Вообще оборудование позволяет работать с детьми. ДЦП, синдром Дауна, слепые дети, аутисты. То есть всем, кому нужна вертикализация. Кроме горных лыж, подобные установки, разработанные для роликов и коньков, в Новосибирске такие занятия уже проходят. Ксения Петренко, Борис Гладких, Новости ОТС. Шах и мат. Новосибирские школьники сражаются за звание сильнейшей шахматной команды. Региональный этап турнира «Белая ладья» в этом году собрал рекордное количество участников. Тему продолжит Кристина Лата. Тишина в библиотеке. Правда, тут все склонились не над книгами, а над шахматными досками. Яна ученица четвертого класса, и для нее это второй турнир. В прошлом году команде, за которую выступает девочка, не хватило всего полбала до призового места. Ошибки учли перед этим годом? Да. Какая задача на этот год? Ну, постараться занять третье место, хотя у нас командный состав уже совсем другой. Ну, ты одна осталась прошлого года? Нет, нас двое осталось. Мальчик на первой доске и я. «Белая ладья» – турнир, хорошо известный всем любителям шахмат. В советское время за досками встречались будущие чемпионы страны и мира. Стартовой площадкой «Белая ладья» стала для новосибирского гроссмейстера Дмитрия Бочарова. Чемпиону России по Блицу помог случай. Занимался шахматами. Не говорю, что я совсем был любителем. Я обыграл одного нашего молодого чемпиона, второго. И вот меня мальчик, вот сейчас мы дружим, Денис Петрухин, просто ему было 9 лет. Мне 13, получается. Может быть, даже уже 14. И вот он ниже меня, вот примерно вот по столько был, он меня взял за руку и отвел к своему тренеру. У него был первый разряд, у меня третий. Турнир командный. Это значит, за счет идет выступление каждого из участников – трех мальчиков и девочки. За соседними досками могут оказаться как спортсмены начального третьего разряда, так и кандидаты в мастера спорта. Главный критерий – возраст до 14 лет. Фавориты – новосибирская гимназия номер один. Она представлена сразу четырьмя командами. Первая гимназия, в которой, собственно, я учился, выигрывала первые места, правда, не в те годы. Когда я учился, мы вторыми были. Вот. Сейчас соревнование резко повысило свой статус, в том числе и спортивный. Поэтому теперь это международный турнир. Участвуют команды из таких сильных шахматных стран, как Китай, Армения. И все практически ближнее зарубежье участвует. Составить конкуренцию первой гимназии может биотехнологический лицей Кольцова. Сильнейшая команда определится в субботу. Она-то и будет представлять наш регион на финале, который пройдет в июне в Сочи. Задача – войти в десятку лучших. Кристина Лата, Сергей Жданов, Новость ОТС. И на этом у меня все. В студии работал Иван Кудинов. До встречи. Новосибирск. Новосибирск. Новосибирск.